В эфире ежедневная программа «Спорт-обзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Первые медали финала сельских игр Новосибирской области принесли гиревики, причем наши спортсмены собрали весь комплект наград. Бронзу выиграл Сергей Куликов в весовой категории до 68 килограммов. Серебро на счету Регины Копыловой. Победителем игр стал Олег Бородинкин. Ему не нашлось равных в весе до 90 килограммов. Новосибирец сделал 217 подъемов в толчке и 260 в рывке, установив личный рекорд. Все спортсмены представляют Искитимский район. Поработал очень хорошо. По ощущениям, еще короткий толчок, еще более-менее. Как-то по самочувствию сработал на уровне профессионального выступления. Рывок потяжелее немножко дался, но все равно отработает до конца. До последнего, несмотря на то, что мы имели уже какое-то преимущество в подъемах, шли уверенно первыми, я закончил выступление до конца с наивысшим результатом. Как чемпион должен делать? Конечно, он должен всегда выходить и до конца дорабатывать свое, независимо от своего состояния, статуса и подготовки. Успешно выступают новосибирцы и в профильных сельских дисциплинах. Так, Галина Тараданова из Чистозерного района после двух видов лидирует в состязаниях механизаторов. Вчера она соревновалась в силовой гимнастике. Сегодня показала мастерство управления трактором, показав лучшее время среди всех участниц. В пятницу заключительный вид многоборья – легкая атлетика. Напомню, в Сибу в Омске на финале сельских игр выступают 33 спортсмена из Новосибирской области. Завершится турнир 30 июля. Подготовка полным ходом. Хоккеисты Сибири почти две недели, как тренируются в Минске. Там у команды на тяжелкой арене проходят сборы. Позади первый цикл, и по признанию самих игроков он был непростым. Прошлый цикл был тяжелый, там парашюты, зал, ну, рабочий процесс. Поэтому все хорошо, готовимся. Сибирь в прошлом году проводила сборы в этом же месте, но тренерскому штабу удалось внести разнообразие в подготовку. Много работы на земле – бег, прыжковые тренировки, занятия по ОФП. На льду команда также проводит немало времени, отрабатывая тактические действия, наигрывая комбинации, в том числе при игре в неравных составах. Первой контрольной проверкой команды будет матч с Минским «Динамо». Еще одну игру Сибирь проведет в субботу, 30 июля, против «Витязя». Ну, ожидания какие, мы все равно готовимся к сезону, поэтому где-то нарабатываются связки. Большинство, меньшинство, больше вот на это будет сделан упор, я думаю, и посмотреть вообще, кто в какой форме находится. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, будем играть и проявлять себя. Молодежная команда «Сибирские снайперы» из Белоруссии уже вернулась. Они тренировались в городе Молодечно. Для хоккеистов, по сути, это были вторые сборы. Первые втягивающие прошли в начале месяца в Искитиме. В Белоруссии работа была более основательной. Не более, ну, скажем так, конкретно поработали. В основном, конечно, работали на техническом составляющем, но после отпуска, чтобы все эти навыки восстановить у ребят. Много работали над единоборствами. Мы немного посетили времени игре в оборонье. Поэтому мы так в малых объемах немножко на тактике поработали. Домой в Новосибирск снайперы вернулись ненадолго. Команду ждет турнир в Омске и пять матчей с соперниками по МХЛ. Первую игру наша команда проведет 29 июля против кузнецких медведей. Также на предсезонном кубке сыграют белые медведи из Челябинска, мамонты Югры, красноярские рыси и хозяева омские ястребы. Главная задача на турнир, по словам главного тренера, посмотреть в деле на новичков, которые находятся в снайперах на просмотре. Чтобы определить, кто подходит под систему игры команды. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова